Ну теперь о том, как скромную государственную зарплату превратить в земельные участки, дорогие машины, загородные дома, квартиры. Секрет таких финансовых превращений уже давно известен украинским судьям. И именно поэтому снимать мантии они не очень-то хотят. Очищение судебной системы идет крайне медленно. Один из ярких примеров. Отбор судей Верховный суд Украины. Среди кандидатов очень много одиозных персонажей. Как они объясняют свои далеко не бюджетные доходы, знает Павлина Василенко. Мы сейчас с вами присутствуем в участии того, что называется в исторических книгах «Революция сверху». «Революция сверху» — это отбор судей Верховный суд Украины. Они и тесты писали, и на собеседования ходили. В итоге с полутора тысяч желающих до финала добрался 381 претендент. То, как судьи отвечали на собеседованиях, можно было наблюдать онлайн. А представители общественности имели возможность задавать вопросы и витировать недобросовестного судью. Негативное решение от общественного совета добросовестности получил каждый третий. Кандидатов получили негативные выставки ГРД. То есть, Градская рада доброчестности считает, что эти люди, в принципе, не могут быть судьями Верховного суду. Это люди, которые брехали в декларациях. Это люди, которые манипулировали с майном. Например, судья высшего админсуда Яна Иваненко не получает других доходов, кроме зарплаты. Но при этом владеет домом под Киевом площадью 270 квадратов, стоимостью около миллиона гривен. И еще пользуется бесплатной квартирой в 142 квадрата в центре столицы. На вопрос комиссии, как отапливать такие метры, судья признается – экономит. Жить на одну зарплату – искусство, которым владеет почти каждый украинский судья. Вот дом Анатолия Емца, одного из кандидатов на должность в Верховном суде. Он носит мантию 27 лет и бизнесом никогда не занимался. При этом насудил на особняк в 500 квадратов в элитной части поселка Гора под Киевом. Записано жилье на жену. У нее зарплата – 3000 гривен. В декабре прошлого года дом выставлен на продажу за 400 тысяч долларов. Купил ли кто? Пытаемся узнать. Сам Емец на собеседовании сказал, что дом продается плохо. Агентство занимается. Кто имеет эту выгоду, мне не знаю. Ни одного реально покупателя не получил. Но одним домом семья Емцев не ограничилась. Купила второй дом чуть поменьше на той же улице. У входа два флага – Украины и Евросоюза. Пообщаться с хозяевами не получилось. Выбачьте, я зараза занята. Я не могу зараз вам открыть. Семья судьи высшего хозсуда Сергея Бондаря тоже живет на скромные бюджетные зарплаты. Но в собственности семь квартир и несколько домов, которые появились в 2012 году. Хотя, по словам Бондаря, во времена Януковича он был в опале. И даже пришлось сменить кресло главы Киевского апелляционного суда на портфель обычного судьи высшего хозсуда Украины. Что это экзиля была? Это ссилка. Что, не понимаете, что? Я не понимаю. А сейчас что? Я еще раз вам отвечу. Вы что, не понимаете, что? Я не понимаю. Я вам рассказываю, что было в 2010-2013 году в судовой системе. Вы знаете, что это было? Что там было? Да. Что судей гнобили. И те судей, которые выносили правосудные решения, их снимали с посадки. А вот кто получит должность и сейчас, станет ясно уже скоро. Окончательный этап отбора Верховного суда стартует 6 июня. Мы створюем новый Верховный суд. Мы уже видим, что там будет много новых обличий. Новые обличия есть, как среди судей, так и среди кандидатов с позамеж судовой системы. Но их, на жаль, очень мало. Хизуются представители политической влады, говоря про то, как хорошо у нас идет судовая реформа. Она, на жаль, на сегодня не идет хорошо. И мы стоим, фактически, на порозе катастрофы, когда могут быть призначены судьями Верховного суду кандидаты, которые явно не соответствуют критериям доброчесности. Но кто и кого будет выбирать, этого общественность не увидит. Те, кто говорит о беспрецедентной открытости конкурса, решили, финальное голосование должно пройти закрыто. Система старая, она намагается всеми силами втриматься при власте. И абсолютно не желает очищаться. Судейская система сопротивляется люстрации на всех уровнях. Даже сомнительные сказочные богатства в декларациях людей в мантиях не мешают им вершить правосудие. Например, судья переселения с Галецкого суда Львова Виталий Радченко. В 2014-м купил земельный участок в пригороде за 300 тысяч гривен. Затем приобрел квартиру за 750 тысяч гривен. На Радченко несколько раз жаловались в высшую квалификационную комиссию. Но дисциплинарного наказания не последовало. Максимально, что может сделать судья, которая, кажется, не проходит, не может быть судей, это отправить на полгода в школу судей. То есть еще полгода судья, который не может объяснить свои статки, отсылают учиться, он учится и потом снова возвращается, снова рассматривают и в результате призначают. Новые судьи Верховного суда будут получать одну из самых высоких зарплат в стране от 225 тысяч гривен в месяц. 120 счастливчиков должны будут пройти проверку Высшего совета правосудия, а потом их фамилию утвердит президент. Пока же сражения за заветные мантии продолжаются. Павлина Василенко, Олег Неведомский, Владимир Самченко. Подробности недели. Телеканал Интер. Продолжение следует...